Особенность этой избирательной кампании, новое законодательство по новым принципам, даже если здесь люди голосуют не только лишь за кандидата, еще за политическую партию. И есть такой конфуз, который может произойти. Человек, получивший максимальное количество голосов на своем избирательном округе, может и не попасть в Киевсовет, в местные органы власти, так как его политическая сила может не пройти. Мы на самом деле сможем сделать уже аналитику, эксперты смогут сделать аналитику после местных выборов, но тем не менее есть такие нюансы, где не только лишь межритарщик, не только лишь тот депутат, которому отдают максимальные голоса, он должен еще также, политическая сила должна получить данные голоса. То, что касается города Киева, хочу сказать, что беспрецедентное количество кандидатов, 29 кандидатов, более 40 политических партий принимают участие в данных выборах, и людям действительно очень сложно определиться, кто есть кто, кто действительно тот кандидат. Компания, к большому сожалению, не была чистой, очень много опять было обвинений, лжи и так далее. Я одно могу сказать, самое главное, чтобы эти выборы прошли честно, чтобы не было скупки, которой очень многие, как показывает опыт в Украине, грешат. И главное, честный подсчет голосов. На этом мы концентрируем все наши усилия, чтобы ни в коем случае не было проблем в этом направлении. Продолжение следует...